Демократия на Украине, пан или пропал? Майкл Макфолт и Вашингтон-Пост, США 3 мая 2018 года Российский президент Владимир Путин ведет глобальную идеологическую войну против либеральных, демократических ценностей Запада Эта схватка завуалирована продолжалась годами, а сейчас распространяется как на Западную Европу, так и, конечно же, на США Где в 2016 году Путин вмешался в президентские выборы Передовой этой идеологической войны между путинизмом и демократией, несмотря ни на что, остается Украина Проведя прошлую неделю в Киеве, я понял, почему сегодняшняя Украина пугает Путина Эта славянская нация, которая разделяет некоторые аспекты исторического и культурного наследия с Россией, развивает демократию Как-то в течение ланча я слушал, как члены парламента активно обсуждали плюсы и минусы одного из законопроектов Такого больше не услышишь в России На другое утро я встретился с двумя десятками общественных лидеров, которые борются с коррупцией и дезинформацией Украинское общество остается активным и независимым Оно способно влиять на власть и видеть результаты государственной политики Это еще немного присутствует и в России Как-то вечером я слышал, как украинские политики жаловались на то, что олигархам принадлежат телевизионные каналы Но один олигарх, или одно только государство, не контролирует все украинские СМИ Конкуренции и плюрализма больше не существует в российских СМИ Конкурентные лидеры, фракции и партии уже готовятся доносить свои аргументы до людей Которые в следующем году придут избирать президента А через несколько месяцев и новый парламент Еще одна интересная вещь Никто не знает, кто выиграет И это именно так, как и должно быть в демократических странах И совершенно противоположно тому, что происходило на президентских выборах этого года в России За долго до их проведения За несколько лет до этого, каждый знал, что Путин одержит победу Вся эта демократическая активность справа от российских границ Пугает Путина и его систему правления Если украинцы могут заставить демократию работать То они могут вдохновить на это и россиян Поэтому Путин остается крайне заинтересованным в подрыве еще такой хрупкой украинской демократии За четыре прошедших года путинские силы оккупировали часть Украины И продолжают вести войну против Киева на востоке Украины Россия продолжает осуществлять экономическое давление на Украину Между тем пропагандистские усилия Кремля Изобразить Украину как провалившееся и коррумпированное государство Продолжаются теми же темпами, как внутри Украины, так и на Западе Кремлевская дезинформационная кампания стала настоящим вызовом для местных общественных организаций Они хотят разоблачать коррупцию и провалы государства Но следуя этому желанию, они в то же время подпитывают российские новости Следующая большая битва международной войны где будет иметь место во время следующих президентских выборов на Украине И речь идет о куда больших масштабах российского вмешательства, чем на выборах в США Кремль и его ставленники будут поддерживать выгодных им кандидатов Сеять раздор внутри украинского общества и все больше ставить под сомнение народное волеизъявление и справедливость голосования На прошлой неделе многие украинцы сказали мне, что эти выборы станут наиболее ключевыми и опасными в постсоветской истории Украины Путин ищет возможность использовать выборы, чтобы разжечь хаос, беспорядки и сомнения относительно существования демократии США и наши демократические союзники должны стремиться к противоположному, мирным, законным, свободным и справедливым выборам Мы не можем сидеть в стороне и просто надеяться на лучшие Мы можем, прежде всего, финансировать эффективные антидезинформационные проекты Инициативы, направленные на обеспечение прозрачности работы газорганов и программы мониторинга выборов как внутри Украины, так и за ее пределами Во-вторых, Большая Семерка, частью которой РФ не является, должна публично и заранее использовать санкции и другие меры с целью наказать Россию за вмешательство в украинские выборы В-третьих, западные лидеры должны решительно заявить, что они не поддерживают никого из отдельных кандидатов на украинских выборах, только сам процесс На этой неделе я слышал слишком много конспирологических теорий о том, как Белый дом или Брюссель выберет Украине нового президента Эти слухи подрывают легитимность выборов В-четвертых, демократические лидеры Запада должны уже сейчас совместно начать работу над новым экономическим, военным и политическим пакетом помощи, который надо будет предоставить Украине сразу после выборов Это даст импульс новому демократическому избранному президенту Период, который наступит сразу же после раздачи предвыборных обещаний, является наиболее благоприятным для осуществления наиболее болезненных, но необходимых экономических реформ Ну и все эти шаги опять же следует повторить во время не менее важных парламентских выборов, которые будут иметь место несколькими месяцами позже